Сейчас будешь говорить, где тебе больнее для зрителей, не для меня. Для того, кто смотрит, он же не понимает. Мне кажется, справа лестничная. Синдром лестничной мышцы справа диагностируем. Смотри, фишка в чем, Ермек. Мы когда пальпаторно ставим диагноз синдром лестничной мышцы. На Ютубе в основном показывают массажист. Ну, нашел ты пальцами, а дальше что? Как влияет этот синдром лестничной мышцы с этой стороны? Спазмирована эта мышца на человека. Есть ли клиника? А что в первую очередь лестничная мышца передавливает? Плексус, шиноплечевое сплетение, и прессивные компрессии, и плексид. Плексид это слабость руки. То есть тут же мы делаем тест. Держи и сопротивляйся. Видишь, полностью не может сопротивляться. А эта ручка? Это сильнее, да? То есть здесь есть клиника. Всегда надо делать аналогию между патологией и клиникой. Потому что грыжа может быть, а клиники нет. Мышца жесткая может быть, а клиники нет. Если клиники нет, то лечить не надо. А тут есть клиника, уже слабость мышцы. Сильный плексид. Люди не могут чашку взять в руки. Вот так вот. Потому что нет сил. Для этого нам прикладная дизиология нужна мышечный тест. И для того, чтобы узнать. Слабое, насильное. Первично идет. То есть один диагноз, да? Поваждая другой. То есть спазм лестничных мышц вместе с терноприанной и ДС приводит к плексиду. К развитию слабости руки. Но надо лечить не руку. Рука слабая. Почему? Потому что нервы сдавлены. И теперь смотрим. Если я сильнее нервных сдавлю, что будет с рукой? Держи. Сопротивляйся. Сейчас. И вот я сдавил. И вообще слабое. Понимаешь, да? Вот. А теперь тут проверим. Держи. А тут может сопротивляться? Смотри. Понимаешь? То есть тут есть клиника. Все. Диагноз, принцип. Ну где-то первая степень. На третьей стадии люди не могут шепить. А на четвертой вообще руки не могут поднять. Ну сильно. Там вплоть до операции. Вот. Видишь, все оперируют. У нас, например, есть врач. Вырезают мышцы. Вот. Поэтому будем снимать. Первично работать с чем? С первым ребром. Понял? До первой, до второй. И будем делать мобилизацию сейчас первого ребра. Пробуем просто. Вот я его толкаю, а голову сюда. Вот. Сначала я просто рукой вот этой частью уперся. Вот в этот переход. Вот. И просто я делаю мобилизирую. Теперь я проверю, как мои манипуляции приносят эффект. Руку. Вот. Сопротивляйся. Давлю. Уже лучше. А теперь увеличу я мобилизационный толчок и амплитуд. Для этого мы делаем вот это. Понял? И расслабь поясничку полностью. Понял? А? Освобождаем теперь в эту сторону. Вот. А теперь мы покажем зрителям. Они не видели, что здесь тоже было. Вот. Заходи сюда. И вот сейчас я тебе объясняю причинно-следственную связь, почему здесь больно было. Вот с этой стороны у нее не болело, да? А здесь больно? Да, да, да. Сколько от 0 до 5? 5. 5. Понял? А почему тут? Потому что лестничные мышцы антагонисты с правой стороны напряженные. Что будет происходить с шеей? С позмеренной мышцами будут что делать? Вот так голову, да? Ну вот. Мачта. Тут канаты. Тут канаты нормально натянуты, а тут сильные. Вот я потяну. То есть биомеханика куда давит? На Т-1 позвонок. То есть вся голова, она же тяжелая, плюс волосы какие. Плюс когда она намочит еще полотенце на круге. Они давят на фасеточный сустав. С7-Д1, Д1-Д2. И они компримируются. Зажимают капсулу сустава. И вот она болит, аж печет. То есть я им на позвонок давил. Ближе по Д1. Близко-близко с ними. Вот позвонок. И даже видно, что они здесь отечные. Это капсулы фасеточных суставов. Д1, Д2, Д3 воспалены. Но больше пострадал вот. С7-Д1, Д2. То есть нам надо что делать? Отключаем. Он будет двигать. Или под музон. То есть мы сейчас будем снимать этот блок. Но перед этим проработаем. Немножко лестничным промассируем. Мышь сам-то она не расслабится. И смотри, голову надо. Вот так надо. Пускай наоборот. Сюда. Вот. То есть я глубже залажу, аж туда. Лишь бы массажем не травмировать шейно-плечевое нервное сплетение. Здесь вот большой шейный треугольник. Да, панатомий? Помнишь эти зоны? Малый шейный, большой. Ты же тоже учила, да? Да. И теперь снимаем этот блок. Надо, чтобы полностью она легла как бы на меня. Расслабила. Таз спиной на меня, чтобы расслабил. Вот. Я уперся сюда. В С7. Видишь, он не всегда идет. Он не хочет идти. И ты мне пробовал. Понял? Значит, мало проработали. Да, посмотрим, как Декова пострадала. Пострадала верхняя грудная, да? Вот здесь. Нормально. Массируем верхнюю грудную. Дыши, дыши. Ой-ка. Дыши, 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 дыши. Давай, давай, еще, еще. Понимаешь Васильеву? Ой-ой-ой, больно? Говори. Ай-ай-ай. Больно. Рассабляй, рассабляй, рассабляй. Поэтому надо делать массаж шейно-воротниковой зоны всем пациентам, чтобы вас, массажист, был загружен с утра до ночи. У кого не врос, массаж еще волосинистой части. Давай, ты понял? Хорошо руку успоказывает. Вот. И у нее не подаст этот позвонок сразу. Поэтому надо сделать технику лифт стоя. Становись на ножки. Камнистый мой. Ручки за ногу. Какой у тебя рост? Метра 85? Метра 78. А, у меня метр 90. Как можно ниже руки сюда. О, мой гав какой. Я не, меня не волнует. Что тебя там не волнует? Так, локти вместе постарайся. Расслабься. Расслабься на своих ножках. И все. И я ее ловлю. Понял? Только она вниз пошла своей массой. А я раз и вверх. Получилось, что почему лифт? Я раздвинул позвонки, декомпрессию сделал. Теперь садись, проверяй. Есть липот, да? Для этого. Довлю так же самое. Была пятерочка на пять. Больный пять. Сейчас меньше, да? Да. Легче? Да. Уходит такое пекущее ощущение, да? Наклони. Вот. Я сюда давил, даже видны следы от ногтей. Меньше? Сколько было? На двойку. На двойку. С пятерки мы на двойку прыгнули. Уже сделали декомпрессию. Хорошо. Проверяем руку. То есть у нас же в организме все взаимосвязано, как говорят остеопаты, да? Суперспециалисты. То есть, по идее, если мы сняли блок, то должна эта лестничная расслабиться, да? Мышца антагониста. Смотрим. Держи, сопротивляйся. Кулачок. Дожми. Давлю я как-то, да? Давлю сильно. Появилась сила. Двое, что это сравнивает. Для чего мы это делаем? Чтобы посмотреть. Правильно ли мы делаем манипуляцию? То есть сами себя должны контролировать. Мы же не будем делать после каждой мануалки, кроме генду и после облуча человека. А тесты нам для этого нужны. В чем ошибка представленной прикладной физиологии? В том, что им тесты нужны для того, чтобы развести пациента на воблок. Они их просто делают. Делают тесты ради теста. Бессмысленно. Нам нужны эти тесты для того, чтобы проверить диагностику, правы мы и проверить наши манипуляции. Понял? Мы сейчас четко. И самое главное, я могу зрителя обмануть, тебя обмануть, себя могу обмануть. Но ее-то я не обманул. Вот смотри. Вот она-то чувствует, что рука сильнее стала. И я сильно зажимаю на плекцию. Правда? Да. Но тут еще понятно, надо лечить. Клестичные мышцы лазером прогреешь. Взяла на аппликатор, поставила 5 Ватт. И греть. 5 Ватт. Сюда больше не надо, потому что тут сосудов много. Чтобы не перегреть. Помнишь, я вот этот прием хотел сделать? Расслабься. Отходи ближе. Расслабься полностью. Этот блок убрать. Все. Вуаля. Все пошло. Даже без заваливания. Почему? А потому что первичная была компрессия. А почему компрессия образовалась? Мы установили, я показал. Натянутые были мышцы. Голова давила, компримировала фасетки. Обыкновенный биомеханик. По кумполу ты ударь, что будет? Компрессия. Всех шейных позвонков с дальних дисков вылезнет грыжа. Правильно? Все. Вот тебе. Аварии, удары по голове. И теперь сейчас проверим. Хорошо, да? А теперь раскроем фасетки, которые мы не могли лежа на этом. Во-первых, стола. Ложись на шагу. Сюда мы работаем. Мы их будем раскрывать фасетки верхних грудных позвонков в пальцах. Но перед этим я теперь вот этот блок сниму. То есть, помнишь, у нас есть две техники? На декомпрессию и компрессионные. Здравствуйте. Сейчас я попробую. Декомпрессионная техника. Видишь? Я растягу эти мышцы. Чуток было. А теперь компрессионный. Обязательно опустить плечо. Красота, красота. Есть. Ты, наверное, даже о нем слышал, да? Но она прочувствовала. Теперь здесь проверим. Слышно было. Слышно было. Все еще здесь пошло. Но это в районе уже Атланта Ц1-Ц2, да? Тут щелкнуло тоже. То есть саша, она же взаимосвязана. Вот. А теперь можно убирать вот эти блоки, которые у нее болят. Вот здесь, вверху. Здесь мы уже убрали, да? Здесь слышно. А вот тут еще нет. Чуть-чуть, да. Есть. И больше справа. Да, да, справа. Понял, почему справа? Помнишь, голова стояла у нее вот так вот. То есть, видишь, вот позвонок. Если вот так вот давить, что с ним будет? Мы уже разобрались с компрессией. Здесь убрали. В Ц7-Д1. Но почему Д2-Д3 справа болит? То есть, это идет по цепочке биомеханической, да? Перелиется нагрузкой сюда. Ну, просто стоячая работа. Ну, работа, мобила. Вот голова вниз, наклоненная. Здесь все натягивается. Тяжелый прием. Самый главный секрет, знаешь, этого приема? Вот так, если я буду править, ничего не получится. Она должна рот открыть. Открывает. Да, чтобы я с ее диафрагмой спокойно воздух выдавливал. Если человек наберет диафрагму воздух и закроет, иногда нам нужно это, чтобы создать внутреннее давление изнутри. Нам надо. А в данном случае оно нам будет мешать давление. Поэтому просто открыть рот и расслабиться, чтобы воздух с легких выходил легко. У нее вся правая сторона зажжет. Ага, понятно. У нее еще маленький сколиоз левосторонний. Да? Длинная же выросла. Спорт. Лет 12 как начала расти, да? Так, вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Проверяем. Слева вообще хорошо, мягко. А справа не очень, да? Здесь рёберно-позвоночное сочленение пострадало. Посетка чуть дальше, вот здесь. Болезненно, да? Какую делать технику по мобилизации? Верхняя левада. Рычки вперед. Вот так вот. Вперед рычки. Угу. И чуть выше сюда. Здесь самое главное, чтобы я хорошо стоял. Еще. Да. Рука на руку. Вот так. Я ложу, вот. Вот локатки. Почему я должен стоять? Вот видишь, почему вперед? Чтобы я удобно стоял. Видишь нога? Вот. Правая рука, смотри. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Через открытый рот. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Есть. Вдох, выдох. Угу. Слышала, да? Не больно было при этом? Ну, чуть-чуть. Ручки вниз. Почему верхняя левада сюда? Потому что так невозможно вправить. Я давлю стол, понимаешь? Ее грудь уперла, стол. Все. То есть нету расстояния для мобилизации. Так я ее поднял, да, в ровную отдел. И мне есть куда поддавливать позвонки. Но это была не манипуляция. Это мобилизация, понял? Просто во время мобилизации происходит раз, хруст, раскрываются иди. И сейчас здесь боль должна стать меньше. Да. И приятно будет, да? То есть вот ее домашнее задание. Ложишься на пол на диван. Вот сюда две жестких подушки. Угу. И руки вот так ложишь на подушке. Голос сюда и расслабилась. Угу. Вот так должна лежать минут 10-15. Получается, мы же все вниз работаем. А обратного противодействия нету. Но у юги занимаются, делают вот эти прогибы. Поза кошки, там, змеи, не знаю, как они называются. Вот просто ты лежишь вот сюда подушку подложила. И вот так лежишь. И тебе даже под собственной тяжестью. А сюда можешь вот эти гонделю, утюг. Тяжелый какой-то ровно к нему. Понятно? О, патанатомик, Володя. Хорошо. Есть лицо? Или трехтомник семейника. И скотчем примотал. И хорошо давит. Отлично. Угу. И последний прием завершающийся дискомбестный мой. Вот это. То есть, не путайте его с лифтом, ближе ко мне. Максу. То есть, лифт мы делали декомпрессию. Сейчас руки за голову. Видишь, какая очередность? А многие начинают этот прием первым. Вземок? Да. Бред. Не надо это первым делать. Прием делается вторым. Вернее ввиду, ну, последний, не второй, а завершающий прием, чтобы посмотреть, как... Потому что прием очень жестокий, плечи страдают. Да? Чувствуешь, как натягиваются? Натяжение, да. Очень сильно дает переднюю, а она же рвется. Да, это сделаю. Он у меня контрольный, проверяющий. Обязательно здесь помассировать. Да все, чтобы проверить, что все, у нее хорошо... Смотри, сейчас осанка. Просто, смотри, она сидит легко ровно. Да, да. А только что вот так стояла? Ну, ты встала, садобильно работала. Сейчас мы тебе убрали функциональные блоки, промяли. А вся причина вот в этих двух мышцах, особенно правая лестничная, маленькие короткие. Просто эти мышцы чуть промассировать и прогреть лазером. У кого нет лазера, соль. Нагрели нас короткий соль. Вот. Носочек и сюда положила дома на ночь на 10-15 минут. Вот так можешь носок и вот сюда положить, вот так вот. И на вот эти вот связки напряженные. И вот так вот, и сеть, как шарфик, и гриль. И все. И они расслабятся. Ну, просто встань и попробуй, как тебе это делать. Ровно, да? У меня такой легкости давно не было. Но последовательность манипуляции должна идти правильно. Надо не просто хрустеть, а почему мы хрустим именно так, а потом так, а для чего это хрустнуть, а для чего нет. Ну, это маленький пример на вот этом отделе, потому что это проблема у всех и всегда. Хорошо? Обалденно. Я спокойно стою прямо. С тебя завтра чай. Хорошо. Спасибо. Всем, кому понравилось, сиди сюда. Лайки, лайки. Подписывайтесь на канал, приходите в клинику ТВМЭД Алматы. Какой у вас есть? Жорохова, 1076. Мы вас ждем. Мы здесь в самый лучший специтут. Пока-пока. Правда? Да.